Девушки отдыхают Три с половиной Господи, да что там творится? Ну что, как все прошло? Сложно Руку удалось спасти Все спасли, жизнь спасли, руку спасли Мне можно к нему? Я нужна Нет, ни в коем случае Ни жене, ни подруге, никому Он сейчас под наркозом, а до утра его не беспокоит Я запрещаю Когда завтра к нему можно прийти будет Перезвоните завтра, вам скажут До свидания До свидания Да Я тебя четвертый час уже жду Ночь на дворе Ты что, меня кинуть решила? Кто вас и может кинуть? Это не я У меня муж чуть не погиб Когда приедешь? Аленка, про тебя спрашивают, все уши прожужжала Дай мне домой пора Хорошо, сейчас приду С кем ты говорила? Подождите, я вам говорю, подождите Подождите Тихо-тихо Лежите, вам нужен покой А где мой телефон? Мне надо жене позвонить Не надо никуда звонить Она здесь в коридоре, с утра ждет Позовите ее, пожалуйста Проходите Спасибо Привет Я так за тебя переживала Я всю ночь не спала Как ты себя чувствуешь? Хорошо, я в порядке Поговорите немного Не буду вам мешать Спасибо Спасибо Я тебе телефон принесла Ты старый разбил Вот тебе новый Спасибо Ир Я тебя люблю Я тебя тоже люблю Принцесса наша опять опаздывает И почему начальство ей все прощает? Угу Слишком много поблажек И почему-то только ей А чем мы хуже? Не пожелала бы я вам на ее месте оказаться Мать на ладан дышит, муж еле-еле с того света выкарабкался Чему тут завидовать? Да никто не завидует Да А на работу все равно надо приходить вовремя У всех семьи, у всех проблемы Но мы-то не отлыниваем Так Мам Вот тебе тут еда Ох, дочка Глядеть на тебя болено Замученная Уставшая Мам Денис-то хоть помогает тебе? Денис сейчас не может Угу Как у вас с ним? Помирились? Ну, думаю, да Ты вообще как себя чувствуешь-то? О, не то чтобы хорошо Вот здесь, да это Я сегодня утром звонила в фонд Угу По поводу средств Ну, по поводу денег Они сказали, что все одобрено Что осталось только оформить финансовые бумаги Так что все будет хорошо Нужно пять дней потерпеть Не знаю, продержусь ли столько Мам, продержишься Ну, перестань, пожалуйста Ну, я тебя очень прошу Так, все Я на работу Дальше сама разберешь Угу Спасибо, дочка Ты сама тут разбери Ладно? Спасибо Спасибо Чего ты их так разгадываешь-то? Спасибо Да вот удивляюсь Ты когда из леса приходишь, особенно после трое суток Ботинка тебе грязнющий, не отскребешь А тут гляжу, чистить не надо Ну, а на что ты жалуешься? Тебе же возни меньше Как будто не в лесу, а в городе был Слушай, что ты пристал, а? К дому подходил, лопухом вытер Решил тебя работу уменьшить, а ты все ворчишь Врешь ты мне, Стас, я тебя насквозь вижу Да? Да Ну, и что ты видишь? Баба у тебя появилась Достала ты меня своими поразвениями Я тебя предупреждала Узнаю, уйду в тот же день и Генку с собой заберу Не шибко нам тут здорово в лесу со зверьем жить Ну что, пошли, я готова Ир, вообще-то это моя сумка А… Да? Ой… Извини Держи Я никогда тебя такой затурканной не видела Да, у меня сейчас день по минутам расписан И маму навестить надо, и Дениса, и… В общем… Ир, ты что-то недоговариваешь Да, ты себя почудилась Ну, я же тебя знаю Рай, не тяни жила, а Ну, прошу тебя Пойдем, уже разноска Нам на разноску надо, пойдем Уже времени очень много ЗВОНОК Да Алло, привет Зачем звонишь? Соскучилась, хотела услышать твой голос Тебе мало, что я из-за тебя в аварию попал? Слушай, Денис, если ты считаешь, что я виновата, прости меня, пожалуйста Да иди ты со своими извинениями Я хочу сегодня к тебе в больницу заехать, мы ведь на работе не увидимся Нет, нет, не надо ко мне заходить, я не видеть тебя не хочу, не слышать, не звони мне Так, заходим Эх ты, прибрано, а ты кто так постарался-то? Мы с Ирой Она сказала, что нельзя жить, когда кругом беспорядок Это точно Значит, подружились, да? Да А еще она мне новые игрушки купила Ага Вот смотри, какой домик Интересно? Очень, очень А вот чудя, 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 чудя Это хорошо, что подружились Я, Алёна, теперь тебя я не смогу часто навещать Почему? Мне дома надо быть, у меня там, в общем, некогда мне Папа Да А мама скоро приедет? Да кто его знает? Как уехала, с тех пор ни разу не позвонила Ты что, соскучилась уже? Нет Я не хочу, чтобы она приезжала Да? Да Угу Я хочу быть с Ирой Да Угу Ты должен справки навести, да? Да, я про тебя все знаю А то, что не знаю, обязательно выясню А что там у тебя? Конфетки, раскраски, интересно У тебя же вроде нет детей Слушай, оставь меня в покое, я прошу тебя А ты не с курсиа о твоих тайнах? Алёна Алён Смотри, сколько всего я тебе принесла Конфетки! Да Так, только конфетки после ужина будешь хорошо Все А мы после ужина поиграем? Ну, конечно, поиграем Я сейчас только раздельно все руки помою Ко мне папа заходил Так, и что я сказал? Что не сможет меня часто навещать Ну, значит, он просто очень занят А тебе что, со мной скучно? Нет А ты можешь быть со мной вместо мамы? Ну, как я могу быть вместо мамы? Мама у тебя одна, родная А я… Ты для меня самая родная Меня никто не любил, кроме тебя Ну, зайчик мой, давай мы об этом потом поговорим После ужина, хорошо? Угу Ну, как? Ноги держит? Да, вроде держит А что там с рукой? Все нормально, заживет Так, может меня на выписку? Какой быстрый Еще недельку как минимум понаблюдаться придется Потом уже о выписке поговорим Недельку? Так долго? Куда тебе спешить? Все, отдыхай Да я надыхался уже, мне к жене домой надо К жене? Она у тебя хорошая И хорошенькая Это еще один повод вернуться к ней здоровым Все, отдыхай Так, по улице много не бегай, хорошо? Вспотеешь, воспитательницу попроси дать тебе чистую майку Я тебе запасной положила в шкафчик А если на ужин снова это противная запеканка? Ну, ты часть ешь, а часть не ешь Ну, кашу, чтобы на завтрак съела, поняла? А ты меня сегодня во сколько заберешь из садика? Ну, постараюсь пораньше, не знаю Ты не скучай Буду скучать Ты моя салушка Видела Ирку вчера вечером? Знаешь где? Где? В магазине одежды Что, принцесса решила себе гардеробчик обновить? Да нет Она платье для девочки пяти лет спрашивала и гольфики Для девочки? Да А нафига ей? Не знаю, она как-то так засмущалась и вообще притворилась, будто бы случайно зашла Ого! Интересно, интересно Да Слушай, она от всех нас что-то скрывает А я тебе говорила, в тихом омуте черти водятся Ага, еще тихоней из себя корчит Угу Ладно, малая, нет туда, давай 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 Привет 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 Я тебе фруктов принесла и попить Да меня тут как бы кормят Вот именно, что как бы Так, тихо, 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 аккуратно, тебе еще нужно лежать Мне уже все можно, я уже и по коридору хожу и вокруг больницы гуляю Так, не рано? Врач говорит, наоборот, надо двигаться, чтоб мышцы не застаивались Так, я говорила с твоим лечащим врачом, и он сказал, что травма серьезная Это здорово, что ты так быстро поправляешься, но не надо рисковать Ты на меня еще злишься? За что? Ну, за то, что подозревала тебя Насчет этого Никодимова Да нет, я уже забыла Могла бы помнить, но ты у меня золото, я же знаю, как ты разрываешься между мной и мамой работы Да ладно, все хорошо, я не жалуюсь Я просто тебя очень сильно люблю А я тебя Она обедывает? Этого человека для меня больше не существует А если она еще раз позвонит? Не получится Ты уверен? Да Нас никто не разлучит Мы погуляем с тобой немного, погода сегодня хорошая Чего дома киснуть? Ты была здесь на игровой площадке? Была Которая у нас во дворе? Нет, в другом дворе, там новую построили побольше Нет, никогда не была Ну-ка, давай Заодно пойдем посмотрим Бери шапку Ну, вперед Выходи Я готова Молодец Ой, аккуратно Мы сейчас с тобой поиграем Улыбочку Улыбочку Зачем ты это сделала? Какие очаровашки Думаю, Денису приятно будет на это посмотреть Ты хочешь послать это Денису? Угу Отличное доказательство твоей измены Господи, какую измены? Что донесешь, а? Солнышко, иди поиграй на площадочке, ладно? Мне надо тете сказать два слова, хорошо? Ага, хорошо Давай, беги А теперь поподробнее, что ты хочешь рассказать Денису? Пока Денис в рейсе ходил, ты встречался с егерем От него и дочка Господи, ты ненормальная? Его же не было два года, он возвращался на месяц За это время ты могла и выносить, и родить Мужчина же не наблюдательная У тебя слишком больная фантазия, тебе лечиться надо Нет, по-моему, все очень логично Девочка живет на съемной квартире, а вы с егерем ее навещаете Я его тоже видела Да не моя эта дочь А как Денис в больницу попал, ты к ней переехала В садик ее уводишь Стало бы ты так заботиться о чужом ребенке Господи, да не могу я тебе всего рассказать Ну, это не так, все как ты себя навоображала Ну, может быть и не так, но Денис услышит именно эту версию Я постараюсь, чтобы она была максимально убедительной Аревуар Трофимов, на процедуру А, да, иду Трофимов, на процедуру А, да, иду Ну, где же он? Почему, почему не отвечает? Да, Ир? Рай, ты можешь меня выручить? Мне больше кроме тебя некого попросить Что случилось? Мне надо Денису в больницу, срочно Ему хуже? Нет, мне сейчас просто нужно быть у него Так, а что тебе мешает поехать? Мне не с кем оставить девочку Можешь приехать прямо сейчас на улицу Мира, двадцать один дом Я буду ждать на детской площадке Ир, какая девочка? О чем ты говоришь? Господи, ты можешь приехать? Я тебе потом все объясню, на месте Ладно, давай Давай Офигеть, конечно, ситуация Теперь ты понимаешь, почему мне нужно срочно бежать к Денису? Если она меня опередит, то я потом вообще не смогу его переубедить Ир, да здесь не бежать, здесь ехать нужно, вызывай такси Да, ты права, спасибо тебе большое Ир, ну, нужно было сразу мне с самого начала все сказать Да я не могла, я не к Димову обещала Теперь все равно все выплывет Ну, понятно Такси? Привет Убирайся отсюда, или я позову санитаров, и тебя выведут Подожди, мне надо тебе кое-что сказать Я до трех считаю, раз Подожди, подожди, сначала выслушай Много разговариваете Скоро вытрачу Скоро вытрачу Рая! А кто эта тетя, которая с Ирой ругалась? Не думай про нее, она злая и нехорошая Не могу я не думать, я за Иру переживаю Знаешь что, а вдруг эта тетя Ире зла желает? Ты угадала, но Ира сильная, она справится Точно справится? Справится Иди гуляй Денис У тебя правда роман с этим лесником? А девочка, ты все это время мне врала Что? Подожди, ты что поверил во всю эту чушь? Где ты живешь, пока я в больнице? У Алены я живу Денис, да послушай ты меня, я… Нет, я не хочу ничего слушать, я и так ослом был полным Ты когда сошлась с Никодимовым? Я познакомилась, когда заблудилась в лесу, ты это прекрасно знаешь Сколько лет девочке? Около пяти? Значит, мой первый рейс после свадьбы Полтора года в море, хотел побыстрее на квартиру заработать Что? А где ты рожала? Конечно же не в клинике, на квартире где-то С бабкой какой-нибудь, чтоб никто не узнал Может, ты поэтому рожать не можешь? Или не хочешь? Денис, ты меня никогда так не оскорблял Теперь понятно, почему он согласился твою мать лечить бесплатно Расстроился? Да не то слово Я все годы, что с ней был, верил ей, что никогда не предаст, ни при каких обстоятельствах А теперь что? Как жить-то? Денис, ошибся, бывает Что? Все не так страшно Я рядом Я тебя никогда не предам Да я тебя ненавижу Да ты что, я же тебе глаза на нее открыла, ты что, Денис? Пошла вон Ты что, что ты такое говоришь? Вон пошла Вон я сказал Да Рая, ты понимаешь, ты понимаешь, что у нее получилось? Просто нас разлучить, Денис Ир, ну по-твоему он бросит тебя ради нее? Да это уже не важно, ты понимаешь, главное, что просто он меня даже не слушал Он даже не пытался меня выслушать, он поверил ей, а не мне Слушай, ну не нужно было психовать так сразу Рассказала бы все спокойно, обстоятельно Знаешь, тебя там вообще не было, это был какой-то кошмар Ты плачешь? Почему? Меня обидели Кто? Мой папа? Нет, другой, дядя Мне просто очень тяжело, Аленочка Не плачь, пожалуйста Кто тебя обидел, он плохой Он хороший Я его очень люблю Просто его жестоко обманули Ладно, девчонки, я побегу Да, давай, Рай, спасибо тебе большое Я вообще не знаю, как я без тебя Ты всегда можешь на меня рассчитывать, слышишь? Держись Все, я побежала, давайте, пока-пока Ну что, пойдем домой? Пошли, только ты не плачь, пожалуйста Хорошо Пойдем Давай Давай Я хочу, чтобы у тебя было все хорошо Ты добрая девочка Если бы мое счастье зависело только от тебя Если я буду рядом, может это и будет твое счастье Скажу тебе честно, нужна я сейчас только тебе и маме Но скоро приедет твоя мама и надобность по мне отпадет Нет Нет, 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 ты что? Пожалуйста, не бросай меня, пожалуйста Ну, что скажете? Скажу, что идете на поправку Еще дня три-четыре и можно будет выписывать Понятно, что придется побыть некоторое время дома на больничном Пропишем вам курс лечебных упражнений для восстановления двигательных функций Доктор, а нельзя ли меня сегодня выписать? Сегодня? Нет, это невозможно Вы понимаете, что я вам руку чуть ли не по кусочкам собрал Нужно подождать, понаблюдать Да я не могу ждать Ну, придется чуток потерпеть Я поговорю с вашей женой, пусть она вас убедит Да нет, она уже ни в чем меня не убедит А что так? Поссорились? Не имеет значения Слушай, ну ты уже совсем депрессией ударилась, нельзя так Какая тут депрессия? Просто удавиться хочется Скажешь тоже, у тебя вся жизнь впереди Угу Зачем мне нужна такая жизнь без Дениса? Слушай, ну не загоняйся ты, а? Помиришься ты со своим Денисом Вы раньше ругались же? Нет, ни разу А может и зря Психологи говорят, что периодически нужно пар выпускать Вот знали бы, как раньше ругаться, может и помирились бы быстрей Рай, не помогут никакие психологи Это не просто ссоры, это хуже Ну а ты с ним говорила уже, после того? Я ему звонила, он трубку не берет И сам не перезванивает Ну так сходи к нему в больницу Угу Человек мне дал понять и не хочет меня видеть И у меня тоже гордость есть Слушай, ну ты уже определись, что тебе важнее, гордость или любовь Ну представь себе, я приду к нему в больницу и он выгонит меня Я ж такого позора не переживу Ну так что ж, у вас все уже к разводу идет, да? Да Ну скорее всего, да Да Не думала я, что у вас все так запущено Я вообще не представляю, как буду без него жить ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тебя она прислала? Ира? Нет Нет, я сама пришла, не могу больше смотреть, как она из-за тебя переживает Переживает? Я думал радуется, скрывать больше ничего не надо Балда ты, любит она тебя Кто бы меня так любил, как она тебя любит Чего-то я совсем запутался, кто кого любит, кто кому изменяет Скоро башка взорвется Да никто никому не изменяет Я же тебе уже объяснила, кто такая Аленка и почему она с ней нянчится В чем тут преступление А кто мне подтвердит, что так оно и есть? Да Хорошо же тебе эта стерва Тамара мозги запудрила Так теперь и будешь думать гадать, кто правду говорит, а кто нет Нет, правду я все равно узнаю Ты поможешь? Ну так я за этим и пришла, давай я прямо сейчас Ире позвоню Пусть она придет, сядете спокойно, поговорите Нет, нет, так мы ни к чему не придем Слушай, ну я тогда не знаю, что тебе подсказать Сам думай Я уже все придумал Ты можешь завтра завести мне одежду? Я дам тебе ключи от квартиры, скажу, где что лежит Так а зачем такие сложности? Давай Ире позвоню, она сама все соберет Нет, нет, об этом никто не должен знать, я должен сам во всем разобраться Что ты задумал? Ты мне поможешь или нет? Совсем ты с лица спала? Что у тебя такое на душе творится, скажи? Ничего, мам, все нормально, нечего говорить Пустяки Из-за пустяков ты бы так не убивалась И Дениса я уже давно не вижу с тобой Скажи по-честному, разругались с Денисом? Хуже Мы уже три дня не видимся и не разговариваем То-то я гляжу, ты на себя не похож Знаешь, между нами как будто клину били Вроде живем в одном городе, но вообще не видимся Он даже когда в рейсы ходил, я себя такой одиноко не чувствовала Не знаю, что тебе и присоветовать, дочка Разве что поговорить могу с ним, усовестить Нет, нет, не вмешивайся, пожалуйста, я сама Это наше дело с Денисом, мы сами разберемся Тем более, что тебе нельзя волноваться Тогда вам двоим решать Переодевайся Давай скорее, а то я, а то я вроде как на работе Успеем Так ты сбежал с больницы, что ли? Да нечего там делать, подлечили и хватит Мог бы и попросить их, они не имеют права тебя удерживать Да волоки-то много Куда отвезти-то? Помню, что место на трассе, где тропинка начинается Хорошо Меня Волкова опять в областный центр попросила Так стой по этой трассе и поеду Ну вот, на обочине меня и высадишь Ты к Никодимову? Зачем? Поговорить надо Да разбежался он тебе что-то рассказывать Не захочет он Захочет, я заставлю Не нравится мне все это Времени нет, поехали Коль, по дороге меня у почты высадишь, хорошо? Конечно А мы разве сегодня в садик не поедем? Нет, не поедем У меня сегодня выходной, можем в парк аттракционов сходить Или в кафе можем посидеть, хочешь? И ты ведь день будешь со мной, никуда не уйдешь? Никуда не уйду Мне теперь некуда идти Как это? А домой? А к твоему Денису, который в больнице? Домой? А что мне там делать? С Денисом мы поссорились и очень серьезно Ты такая грустная Я не люблю, как кто-то грустишь Вам с Денисом надо помириться Ну а как? Я не знаю, я тоже хочу А ты просто прийди к ним и поговори Ты прям как моя мама Мама и подруга мне так говорят Ты боишься? Ну немного Не бойся, ты говорила, что Денис хороший А раз хороший, значит поймет Думаешь? Может ты и права Права, права Ешь кашу Очень вкусная Да? Молодец, хорошо Ты сам-то доберешься? Доберусь, ходил уже Да я не об этом Ты ж после аварии в падении все зажил Главное, ноги в порядке До топа И это, с Никодимовым там поаккуратней Он вроде как отсидел Да и живет по лесным законам Так что церемониться не будет Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а Денис Трофимов, где он? Я не могу его найти Я пришла его навестить, а в палате его нет Я не знаю, я только заступила А вон доктор, у него и спросите Простите, пожалуйста, Денис Трофимов Я не знаю, где он, где его найти Вы знаете, я тоже не могу его найти Похоже, сбежал ваш муженек Как сбежал? Куда? Вам лучше знать Что это за мальчишство вообще? Рука еще полностью не зажила А если какие-нибудь осложнения, он думает об этом или нет? Я не знаю, извините О! Смотри-ка, кто пришел! А я слыхал, ты чуть не убился Типа в больнице лежишь весь переломанный Ну, как видишь, не весь Ага, вижу, да Че пришел-то? По делу или так воздухом подышать? По делу! Что у тебя с моей женой? С твоей женой? Ничего А зачем твоя жена? У меня своя есть, не хватает Давай правду говори, если не тру Слышь ты, парень, потише давай Ты все-таки в лесу Ладно, давай пойдем за калитку Объясню все Денис, ты дома? Денис? Денис? Жена не подпятена. Ну что, теперь понял? Ничего у меня с твоей женой нет и не было. Любовница у тебя и дочка. Может, ты это прямо сейчас придумал, чтобы от меня отвязаться? Да дурак ты. Я и так тебе сказал больше, чем нужно. Слушай, я тебя прошу, давай, езжай домой. Отведи меня на квартиру к своей любовнице. Хочу убедиться, что все так и есть. Или твоя жена все узнает. На. Молодой ты, ревнивый. Да черт с тобой, чтобы глупости не наделал, ни в ней, ни себе. Иди. Поехали. Жди здесь. Сейчас оденусь. Он что, совсем пропал? Совсем пропал. В больнице его нет, на работе нет. Звоню ему, телефон вне зоны доступа. А где же он может быть? Не знаю. Поэтому, прости, но парк аттракционов отменяется. Буду искать Дениса. И как ты его будешь искать? Не знаю. Наверное… Наверное, в полицию обращусь. У. Пойдем. Так. Здрасте. Упс. А вы кто такая? А вы кто? Это моя мама. А, понимаю. Вы, так понимаю, Оксана, да? Погоди-ка. Это Стас себе новую бабу завел, что ли? А, вот молодец. Как ему на всех хватает? На тебя, на меня, на жену законную. Просто рекордсмен. Не говорите ерунды, пожалуйста. Да ты что? А что же ты тогда здесь делаешь, а? Я думаю, что у меня в квартире чужие вещи валяются? Зубная щетка, косметичка. То есть, он тебя прямо сюда заселил, да? Решил, что так проще. Не надо квартиру снимать, гостиницу, да? Язык свой попридержи. Тем более при ребенке. Это мой ребенок. Мама, пожалуйста, нет! Я что, хочу при ней, то и говорю. Стой! И вообще, это моя квартира. Так что вали отсюда, не надо меня тут лечить. Это сейчас ментов вызовут. Катись отсюда! Хорошо, я ухожу. Нет! Не уходи без меня, пожалуйста! Ты слышишь, ребенок не хочет с тобой оставаться. Ты не хочешь со мной оставаться? Ну, вали! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты вот так возьмешь и отпустишь? Да морокость не одна! Надоела она мне! Надоела! Да! Ты не мать, ты просто чудовище! Пойдем, Алена! Настроение испортили! Скажи, ты правда решила остаться со мной? Конечно! Да? Ну, тебе придется сказать это в суде и в полиции. Я скажу. Да? Я скажу все, что нужно. Я правда хочу остаться с тобой. Ну, вот и хорошо. Значит, значит, мы с тобой будем бороться. Правда? Обещаю. Пойдем. А куда мы сейчас идем? Ну, тетя Рай. Прикатилась, значит, и явилась, не запылилась. Чё-то я не ждал тебя так рано. А я как явилась, так и уеду. Я за вещами заехала. За какими еще вещами? Чё ты несешь? А что мне тут делать? От тебя, Кобеля, все равно помощи ждать не приходится. О как! На югах, значит, нового спонсора нашла? Представь себе, да! А он не такой, как ты! Он меня к себе пожить зовет. На море! Распишется со мной и заживем, как люди! Да, это понятно. А Аленка где? Краля твоя увела. Какая еще Краля? Чё ты несешь, дура пьяная? Да не скромничай ты, ладно тебе! Ира, она здесь была? Ты кто такой? Покажи ему документы на Аленку, а то он не верит, что это твоя дочь. Да пошел ты! Тварь, я сказала, покажи документы! Живо! Куда они ушли? Да откуда я знаю? С бабой твоей ушли! Ну что, убедился? Дай сюда! Да можешь забирать! Бухать заканчивай! А я знаю, ты с ней расстроишься. Я тебе давно как ком в горле стою, да? Привет! Мы к тебе в гости! Хорошо, я к гостям всегда рада! Раздевайтесь, проходите! Так, малышка, давай, раздевайся! Иди сюда! Так, иди в комнату сейчас, посмотри мультики, ладно? А я пока все тираю, поговорю. И приду к тебе. Давай, беги, беги! Раздевайся, проходи! Ага! Ну, в общем, там мать Алёнина пьяная приехала. Я забрала ребенка. Ир, ты украла ребенка? Почему сразу украла-то? Я же не воровка. Она сама захотела со мной остаться. А мать чё, вот так взяла и отдала? Да. Вот так взяла и отдала. Ей дочка вообще не нужна. Так ты хочешь Алёну оставить себе? Ну, да. Ну, это будет непросто. Я знаю. Придется повозиться бумагами. Ну, а с другой стороны, этой Оксане ребенок вообще не нужен. Она собирается уехать, начать новую жизнь. А Алёна будет как напоминание о прошлой жизни. Понимаешь? Слушай, я думаю, она вообще будет рада от ребенка избавиться. Ну, если что, я попрошу, там, соседей, полицию позову. Ну, ее вообще можно лишить родительских прав. Она ребенка бьет и унижает. Ну, ладно. Пусть у тебя все получится. Да. Ой, господи, есть у меня еще одна забота. Я Дениса не могу найти. Он сбежал из больницы и больше не объявлялся. А, Рай, ты можешь с малышкой посидеть, а? Я ненадолго. Ира, я знаю, где Денис. А, Рай, я не знаю, где Денис. И где? Ну, он просил просто тебе не говорить. Ну, раз тут такое дело. В общем, он поехал к Никодимову. Его Коля туда подвез и высадил у шоссе. К Никодимову? Зачем? Ну, поговорить с ним, а тебе, ну, ты сама понимаешь. Ах, господи, вот, вот глупые, а! Денис? Нет, это облаконительный фонд. Да, алло, слушаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, оставьте свое сообщение после звукового сигнала. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мамуль, звонили из клиники. Дело сделано. Деньги поступят на счет клиники, в которой ты будешь лечиться. Так, аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Поможет ли? Ну, поможет, конечно. Мы что, с тобой зря боролись? Теперь ты просто обязана поправиться. Я уже и не верила. Ты меня спасаешь. Жизнь мне даришь. Мамочка, так это ты мне жизнь подарила. Хорошая моя. Так, нам надо с тобой в клинику собираться. Когда? Завтра. Не надо бояться. Все будет хорошо. Я уже обо всем договорилась. Мы с тобой сейчас подумаем, какие вещи возьмем. Списочек напишем. Сегодня необходимым. Ой, да какой там список? Много ли мне надо? Мам, ну, все равно. Все надо учесть. Так. Кто это? Сиди, сиди. Я открою. А… Денис, а ты откуда? Из дома. Я подумал, что ты можешь быть у мамы. Я знаю, что ты ходил к Никодимову, и я очень за тебя волновалась. Ир, ты сможешь меня простить за то, что сомневался в тебе? А сейчас не сомневаешься? Нет. Сейчас мне стыдно. Ну, я вообще-то тоже тебя подозревала. Ну, так ты меня прощаешь? Прощаю. Но с одним условием. С каким? Ну, и как у тебя наличие? Да никак. Что не мужик, то козел. Да-да. То ли все нормальные мужики перевелись, то ли это у меня такая непруха. А ты как? Ой, то же самое. Непруха. Юлька, смотри. А что это они? Никак помирились? Не поняла. А че это они, как первоклашки, за руки держатся? Походу, у них опять любовь. Везет что некоторому? Да-да. А когда Ира придет? Скоро. Она уже звонила. Сказала, что по дороге купила торт. А с нас чай. Угу. Раз. Два. Три. Четыре. А для кого четвертая? У нас же трое. В скором, видишь. А вот и они. Привет. Знакомься. Это дядя Денис. Я тебе про него говорила. Помнишь? Угу. Ну, можно просто, Денис. Я еще не такой старый. Знакомься. Это Алена. Я хочу, чтоб мы стали для нее семьей. Если ты, конечно, не против. Я не против, но у нее же… Я тебе потом скажу, ладно? Это и есть твои условия? Да. Ну, тогда порядок. Мы же с тобой будем дружить, правда? Правда. Ну, иди сюда ко мне. Иди-ка. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова